Мы остановились у магазина Сильпо. Он сделан как-то так под космос, тут звезды. И я так смотрю через окно и не могу понять, что это за книги там внутри. Я сначала думала, что это продаются книги, типа книжный магазин. Но они так высоко располагаются, что так высоко их никто не достанет и не купит. Похоже, что это просто муляжи. А, это вообще не книги, это вообще напечатано, что ли? Да нет. Блин, сейчас зайду внутрь выезд, мне уже интересно, что-то такое. А это же уже не Киев, это уже трасса. Вот это на трассе, представьте, такой красивый магазин в таком стиле оформленный. Лисюшка попросилась с нами, засиделась ужасно. Бля, играет с квадратиками этими. Алисочка, идем. Самая красивая Сильпо из всех, какие мы видели. Вау, тут еще и роза огромная. Капец, как красиво. Я в шоке. Как в музей какой-то попали, а не в магазин обычный. Смотри, Алис, планета, на которой роза растет. Надо Кате сюда, она обожает экзюпери и маленького принца. Надо, чтобы она это увидела. Класс. О, а вот и маленький принц. Алиса, смотри. Идем с Алисой самолет посмотреть. Смотри, какой большущий. Еще огромный самолет под потолком. Еще и крутится. Там еще и пилот сидит. Кость, объясни мне, что это за магазин такой? Ну, потому что аэропорт Борисполе рядом. А, понятно. А в аэропорту тоже так красиво в Борисполе? Красиво. Тут планеты висят, ты видел? Вон, вон. Алис, пошли планеты смотреть срочно. Тут круче, чем планетарии. Пошли. Смотри, указатели продуктов в виде дырежа. Точно, указатели продуктов. Реально, тоже планетарий. Кость, давай бананчиков купим. А, уже взял. Ой, смотри, овечка. Кость, смотри, овечка. Это уже овечка. Вот прикол. Скажи. Я ее даже сразу не заметила. Случайно. О, кажется, там еще. Алиса, посмотри наверх. Вон, смотри, какая планета. Вау, это планета 326 из маленького принца. Блин, это мега круто. Ваш дух захватывает. Эта планета в диаметре больше, чем мой рост. Крутяк. Вот еще одна. Смотри, король на этой планете стоит. Там живет король. Это все сделал большой почитатель Антуана Эдесент Экзупери. Сыр здесь продается, да. И сыр красивый, так красиво расставлен. Здесь эстеты работают. Все очень красиво. И оформление, и все, все, все. Я просто в шоке. Я не знаю, как, как это описать словами. Алиса, посмотри, кто на этой планете сидит. Оооо, это же Иришка и Маша. Она еще крутится, просто крутится вокруг своей оси. Эта планета. Это шок. У меня не сходится в голове пазл, понимаете. Если бы мы попали в какой-то музей, я не знаю, ну, или куда, и где бы это увидели, это еще одно было бы. Но вот так вложить финансы, душу в это все оформление, кто это сделал, вообще непонятно, но это очень круто. Вообще, такой респект. Очень классно. Просто взгляда не оторвать. Конечно, под ней страшно проходить, под такой огромный. А еще стоят три мусорки, которые, видите, написано стекло, бумага, и что там еще, пластик, наверное, которые зазывают, чтобы люди разделяли свой мусор. Тоже. Просто супер. Катя пожалеет, что не пошла посмотреть, я уверена. А что это такое? Я не знаю, что это. Взяла чай, наверное, какой-то. Это чай. Чай нам не надо, доченька. Это тоже чай. Чай нам не нужен. Зайка, не бери чай. Вон, смотрите, на размеры планеты. Следующая планета, 330. Алиса, смотри, какая здесь планета. Подними голову наверх. Голубая планета. Вам ее размеры просто не передать. Вот так вот по видео. Она мега огромная. Мега крутая. Это тоже чай. Доте нам не надо чай. А вот планета 329. Смотрите. Лисюша нашла игрушки. А смотри, шапочка-слоник. Хочешь померить? К твоей куртке подойдет по цвету. У нас такая есть. Точно. У тебя такая киса дома есть. Точно такая. Ух тышка. Какие у тебя ушки. Класс. Кость, посмотри, как классно. Скажи. Классный слоник. Алиса сказала, что ей лучше хочется быть кисой, а не слоником. И надела вот такую шапочку котика. А слоник был тоже прикольный. Мам, а нужно мне купить эту собачку. Эту собачку? У тебя же столько дома всяких котиков, собачек. Мама, пожалуйста. Ну только одну тогда. Хорошо? Да. Вот еще собачка. Чуть-то она какая-то злая. У всех этих собак злое выражение морды. Очень. О, а вот из мультика. Такой прикольный рюкзачок-единорожек. Алиса на него вообще не обращает внимания, потому что у нее много рюкзаков дома. Но он реально очень прикольный. Я не буду его покупать, но просто хотела вам показать. Я таких еще не видела. С ножками. А где Алиса? Оно, деловуха. Шурует со своей тележечкой. Смотрит, что купить. Куда ты без родителей, а? Что-то ходит, поет. Взрослый человечек уже. А мы с Алиской нашли ее любимый зефир. Детский именно. Зефирята называется. Без красителей, консервантов и ароматизаторов. Вот такой. Нашей любимой фирмы Жако. Ой, киндер, зайка, тебе бы не надо. Какой мако напихали. Костя говорит, ничего себе мако в булке, да. Представляете, тут продаются сухарики из пасочек. Сухари сдобные называются. Сухарики сдобные. Пасочки просто на сухарики пустили, которые они распродали. Вообще классный магазин. Тут такой выбор товара большой. Кисонька. Кисонька. Тебе теперь гладить приятно. Мягенькая такая. Это надо будет оторвать, когда заплатим за шапку. Мы целый день путешествовали, и я очень хочу съесть вот эти баклажаны и кабачки с чесноком. Единственное, что я боюсь, что может быть майонез. А еще смотрите, какой рататуй симпатичный. Блин, так вот этого всего хочется. Мне вообще на овощи очень тянет в последнее время. Теперь уже понятно, что это, конечно, никакая не библиотека. Это муляж книг. Но из-за стекла с улицы реально кажется, что это книги. Вот. То есть очень хорошо выполненный муляж. Вот. И понятно уже, к чему он и почему здесь теперь. А тогда я сразу не поняла. Очень классно. Вот если бы я работала в каком-то магазине продавцом, я бы хотела именно в этом. Потому что здесь такая атмосфера уютная. Супер просто. Обалдеть. Это не просто себе библиотека. Здесь книжки про маленького принца на разных языках. Это из Индии, это из Сербии. Ничего себе. И я так думаю, что здесь везде они. Смотрите, на разных-разных языках собрали книги. Я в шоке. С Турцией. На украинском, вроде, хотя ниже вам в переводе. Вот на украинском книжке. А это из Албании. Вот это кто-то увлекается этой книгой. Наверное, хозяин этого магазина. Обалдеть. А это что за окно? У многих дома нет такого уюта, как есть здесь в магазине. Тут все с такой любовью сделано. Даже вот эти ящички, в которых овечки сидят. Я, наверное, долго еще буду восхищаться. И когда буду это видео пересматривать тоже. Все, мы идем на кассу уже. Алиса говорит, я на Марсе. Короче, это фотозона оказалась. Туда как раз надо становиться и фотографироваться. Все, пойдем, моя сладенькая. Пойдем в машинку. Слезай с планеты. Класс, просто класс. Однозначный респект. А на крыле самолета Лис сидит. Я сразу не заметила. Я так и вытащила Катюху посмотреть. Она восхищается. О, а красную планету я вроде прошлый раз и не увидела. Мы сейчас под ней проходим. Да, я ее не видела. Смотри, на ней висит. Бар, open, 327. И это вроде я планету не видела. А что это у него, Катя? Кирпичи? Кирпичи сделаны, с уклоном на товар. Тогда, по сути, у него должны быть звезды. Наверное, это бумага. Телефон стоит на столе. Зашла в туалет. Здесь тоже обалдела. С подсветкой зеркала. Красиво так. Вид зала, когда выходишь с туалета. Просто шикарно. Просто шикарно. Тут хозяин этого магазина. Он, наверное, дизайнер, я говорю. О, глянь, тут из-за у магазина есть. Я и не заметила сразу. Слушай, я так хочу себе вот такой набор фломастеров. Ты не знаешь, как он называется? Сейчас покажу. Здесь уже никто сейчас не торгует. Закрыто. Вот такой. Потому что тут все на китайском написано. Может, это где-то на Алике продает. И вот, смотри еще. Костя несется по трассе. Хочет скорее домой. Не, ну как несется. Он с разрешенной скоростью едет. Но мне все равно страшно, потому что темно. Вот. У нас 22.30. И навигатор до дома показывает еще полтора часа. То есть мы приедем аж в 12. Лисюшка то засыпает, то просыпается. В машине не сильно удобно спать. Либо уже выспалась за сегодня, не знаю. Надеюсь, домой приедем, будет спать. Они начнут гулять, потому что выспалась. Я чуть-чуть не угадала. Мы приехали в 23.54. На 6 минут раньше, чем я думала. Да, спатьки надо. Это же наш дом. Наш дом, Алиса. Сейчас, Льва, где Умка? Умночка, блин. Умка. Ну ты куда? Мы же хотели обняться. Я его обняла. Молодец. Тебе не холодно? Давай я застегну тебя. Только она мокрая. Давай я застегну тебя. Ты моя кисулечка. Так он же собака. Ну ладно, он не кисуля, он собака. Конечно, он собака, а не кисуля. О, Бин вышел. Привет, Бин. Алиса решила лазеры спробовать, которые мы в планетарии купили. Сейчас. Батон. Смотри, смотри. Я сейчас возьму стулечек. Давай. И я тебе стулечек возьму. Будем смотреть концерт. Будем смотреть представление. Я буду смотреться. Продолжение следует...